Всем привет! Настало время годного контента на ютубе, а впрочем, ничего нового. И сегодня у нас с вами будет обзор на долгожданную коллекцию, проверка невероятно интересной косметики от Beauty Bomb. Той самой, которая вместе с Анастасис. Так что эта косметика должна быть просто супер офигенная, потому что иначе... Недавно мне принесли вот такую вот очень-очень крутую рассылку, как раз, чтобы я могла потестировать эту коллекцию. Мне очень интересно вам, во-первых, все это показать, что здесь есть, а во-вторых, все это нанести на лицо. Ну и, конечно же, зацените этот холодильник, потому что он просто прекрасен. В этой коллекции очень много средств направлено именно на то, чтобы бороться со своими всевозможными покраснениями, с прыщами, чтобы бороться, в общем, с несовершенствами кожи. И еще вот такие вот очищающие полоски для носа, но я протестирую их вечером в своем инстаграме, так что приходите ко мне в инст. Смотрите, вот это вот раздел, я там косметику тестирую и свои отзывы о ней рассказываю. Тоже не все, потому что для полноценного обзора нужно было также взять декоративную косметику, и у меня тут ее просто целая куча, так что сейчас по ходу дела будем делать макияж и разбираться. Также отдельно у меня была декоративная косметика, посмотрите, блестки, палетка, карандаш для бровей, крем для рук. Что ж, сейчас с вами все будем проверять. Давайте приступим к нашему макияжу. Кстати говоря, эта коллекция очень актуальна под мою кожу на сегодняшний день, потому что просто смотрите сюда. Я расковыряла себе прыщи, которых не было, но я молодец, поэтому я решила расковырять то, чего нет. Я женщина, а значит я ковыряю. И да, коллекция Acne Fighter сейчас для меня это именно то, что нужно. На самом деле, несмотря на то, что сейчас я шутки шучу на тему того, что у меня появились высыпания, я думаю, вы все прекрасно знаете, какая достаточно сильная проблема, и как это сильно может ломать самооценку. Но честно, ребят, сегодня это вообще не повод для того, чтобы сильно по этому поводу напрягаться, просто потому что прыщи высыпают у всех абсолютно людей, такое бывает, с этим ничего не поделаешь. И если у вас сейчас есть некоторые особенности с кожей в связи с переходным возрастом, просто забейте и не паритесь. Я понимаю, это звучит очень странно, но это правда так. Как минимум вы можете все это замаскировать. И я сейчас вам расскажу еще пару лайфхаков, как это все очень качественно и круто замаскировать. Плюс вот эта серия косметики, она разработана специально для тех, у кого проблемная кожа. Поэтому сейчас мы дополнительно еще и протестируем, насколько хорошо она работает. Начну с праймера для сужения пор. Пусть вас не смущает то, что она зелено-голубая. Такой цвет уменьшает покраснение. Ну и, конечно же, очень хорошо визуально уменьшает и сужает поры. Видите, когда я растушевала, никакого зеленого цвета на лице уже не было. Кстати говоря, такое средство можно использовать именно как базу под дальнейшее использование тонального крема или биби-крема или чего-то еще такого. Или же можно спокойно использовать как самостоятельное средство. Особенно если потом это взять еще и припудрить, у вас будет просто идеальная ровная кожа. Праймер мне нравится. Я думаю, вы и сами видите. Кожа очень гладкая. И что самое важное, он не оставляет липкости. То есть этот праймер очень-очень быстро впитался. Сейчас я трогаю мою кожу и она прям такая мягкая, гладенькая, как будто на ней ничего нет. А теперь тон. Я буду растушевывать его кистью, потому что в последнее время мне больше нравится растушевывать кистью. Легкими похлопывающими движениями, вот такими немножко круговыми, я растушевываю тон. Не забываем про шею, не забываем про уши. Кстати, в этом тональнике есть также SPF, что для меня очень важно. И для всех должно быть важно, потому что защищаем нашу кожу. Этот тональник разработан специально для подростков. У него достаточно матовая текстура и очень плотное покрытие, которое маскирует даже заметные несовершенства. Я думаю, вы сами все это сейчас видите. Несмотря на то, что он плотный, он очень легко распределяется и очень приятно ложится. Смотрите, какая у меня ровная матовая кожа. Еще и очень удачный цвет, потому что он подстроился под мою кожу, и он прям очень хорошо лег. Я не знаю, как вам на камере это видно или не видно, но мне прям безумно нравится, я этим довольна. Следующий шаг – воспользоваться консилером. Я нанесу немного консилера под глаза. Нанесу его вот сюда вот на нос, чтобы также его немного отскульптурировать. И вот здесь вот у меня вонючий прыщ, и я его сейчас замажу. Очень изи. Блин, реально, магия. Он просто исчез. Растушевываю прям пальцами. Чем мне очень нравится Beauty Bond, так это тем, что у него вся косметика, она очень хорошо адаптирована под человека, ну, так сказать, с непрофессиональными навыками. То есть совершенно не обязательно иметь целый арсенал кистей, спонжей, всего такого у нас, видите, чтобы хорошо все растушевывать, чтобы хорошо все наносить, потому что, сами видите, просто пальцами я прекрасно растушевала, и ничего мне дополнительно для этого не понадобилось. Вот такая вот пудра, и сейчас ее я буду наносить. Кстати, это не простая пудра, а это специальная минеральная пудра с полезными минералами в составе, которая подсушивает всевозможные воспаления, и она очень-очень-очень полезна будет для тех, у кого действительно есть проблемы на коже. Она помогает замаскировать покраснение и уменьшает раздражение за счет своего состава. Легкая в нанесении, она не ощущается на коже, и еще у нее появился как будто такой эффект, знаете, бархатистости. И запах у нее прикольный, потому что в составе есть масло чайного дерева, а я его очень люблю, это прям... На сей момент мне реально все нравится, я не могу абсолютно ни до чего докопаться при всем моем желании, но это, так сказать, еще не вечер в прямом смысле слова, потому что сейчас только 10 часов 30 минут утра. 10.30, извините. 10.24. Пока все классно, пока мне все нравится, посмотрим, что будет дальше. Вступаем к макияжу глаз, и есть у меня вот такая вот очень красивая, потрясающая, яркая палетка. Надеюсь, она меня не разочарует. На глазах, кстати говоря, у меня никакой базы под макияж нет, даже тон я на глаза не наносила, как консилер, поэтому палетка или окажется топовой, или как бы... А вот все, а вот все. Я поняла, что перед тем, как я покрою губы цветом, я хочу воспользоваться бальзамом. Еще у меня есть вот такая вот новинка от Beauty Bomb, это арбузные, арбузные, обожаю арбузы, бальзам для губ. Как раз пока сейчас я буду делать весь остальной макияж, пусть мои губы немного увлажняются. Боже мой, уже не хочется никакую помаду наносить. Это лучше. Это нереально крутейший бальзам. Я вам отвечаю, просто обалдительный, просто обалдительный. О, боже мой, если вы любите арбуз, у вас случится отвал арбуза. Я хочу арбуз. Я не знала, какой использовать мне цвет теней, какой вообще делать сегодня макияж, поэтому я спросила об этом у вас в инстаграме. И большая часть из вас проголосовала за желтый. Ну ок, сделаем макияж в желтых и красных оттенках, такой теплый. Смотрите, в инстаграм недавно я выкладывала вот такую фотку. Обратите внимание на макияж. Этот макияж я сделала очень быстро, несмотря на то, что он кажется достаточно сложным. Сейчас я покажу вам, как я буду этот делать макияж, буду пробовать его повторить при помощи вот этой вот палетки. Заодно посмотрим, получится или не получится. А еще, если вы вдруг обратили внимание, у меня в инстаграме не показывают лайки. У меня уже целый год не показывают в инстаграме лайки, причем я не вижу ни свои лайки, ни чужие. И чтобы мне посмотреть лайки на моих фотографиях, я должна открывать статистику, я должна вообще просто тратить очень много времени. И да, лайки в других профилях я не вижу, и это так отстойно. А у вас в инстаграме есть лайки? Подписывайтесь на мой инстаграм, пожалуйста, а то где-то грустит одна лиса, потому что на нее все еще кто-то не подписан. Ну как так-то? Ну почему? Ну что? Ну красивые же макияжи делаю, или скажите, что? Я беру сейчас из палетки вот этот вот яркий желтый цвет и наношу его на все мое верхнее веко. Прям очень даже неплохо, просто я надеюсь, вы все это видите, потому что свет очень сильно фигарит, и цвета блеклые. Теперь я возьму вот этот вот цвет, он бежевый, он достаточно нейтральный, и просто растушую той же самой кистью, кстати, которую я использовала, желтый оттенок. Все это, чтобы не было такой четкой границы. Теперь я беру красный цвет, вот он у меня такой красно-оранжевый, и просто дублирую желтый оттенок. Дублируем в самой глубине, кстати, посмотрите, насколько он пигментирован. И снова используем желтый цвет, чтобы сгладить границы. Смотрите, какой красивый эффект заката у нас получается на глазах. Боже мой, я так давно не снимала обзоры на косметику, мне даже немножко непривычно, потому что я уже отвыкла от этого формата. Расскажите, на какой бренд вы бы хотели посмотреть еще проверку? Я поняла, что я хочу дополнить макияж вот этим вот черно-желтым карандашиком. Сейчас покажу вам, что я буду делать. Это просто офигительный карандаш, сейчас все сами увидите. У Beauty Bomb целая куча таких карандашей с разными оттенками, но мне нравится именно желтый, и на той фотке как раз-таки именно он и использованный, что я делаю. Я беру этот желтый карандаш, и по верхней косточке, которая у нас вот здесь находится, я просто не знаю, как правильно называется это с точки зрения анатомии, я прям по вот этой вот косточке делаю полукруг. А еще, кстати, тоже такой маленький лайфхак, если просто нанести на голое веко вот этот вот яркий какой-то карандаш, именно яркий лайнер, будет очень красиво. И рисовать вот такую штуку безумно легко, ну прям совсем легко. Подвод, который буду использовать, выглядит вот так. Так, при помощи лайнера рисую большую широкую стрелку. У меня на канале, если что, есть подробный туториал о том, как я научилась рисовать стрелки. Если вы давно меня смотрите, вы знаете, что у меня с этим не то, что проблема была. У меня с этим была просто катастрофа, потому что... Короче, туториал на рисование стрелок у меня есть, поэтому сейчас я просто их быстренько нарисую. Буду рисовать большие, широкие, такие, что прям уф. Быстренько рисую вторую стрелку. Вот что получилось. Теперь я беру обратно желтый цвет и растушевываю нижнюю границу прям вот по этой вот линии, которая у меня здесь получилась. Макияж век готов. Здесь осталась тушь, но еще остались брови. Как раз протестируем Броу Хиро. Мне прям очень нравится это название. One for all. Ой, неожиданно. Очень неожиданно. Я не ожидала, то ведь я думала, что будет типа маркер, но здесь вот такая вот штука. Что с тобой делать? Тебя вот так, что ли, просто наносить? Не очень понимаю. А, ааа, аа. Допустим, я нанесла. Не знаю, как нанесла, как-то как-то как получилось. Допустим, я это растушую. Типа за одну секунду у меня, правда, покрасились брови. Причем в жизни ее даже вообще незаметно. Абсолютно непонятно, это у меня свои брови такие или это она. Обалдеть. Удивлена. Я всегда использую карандаш, чтобы ровнять линию брови, поэтому в этот раз я буду пробовать вот эту штуку. Я, по-моему, ее уже пробовала, по-моему, она мне понравилась. Но давайте протестируем еще раз, потому что, честно говоря, я не помню. Хорошо, что у меня есть эта штука, сейчас я все лишнее подотру. Кстати, я всегда использую это средство, на этом во всем моем остальном видео вы заметили, чтобы убирать все несовершенства с бровей, потому что карандашом очень удобно все это корректировать. Мрозь сразу очерченная, красивая. Смотрите, у меня здесь есть две туши. Вот эта голубая тушь я очень люблю. Она острая, она, я уже о ней рассказывала, что когда ты первый раз ей пользуешься, может быть тебе некомфортной, но ее эффект, он мне безумно сильно нравится, я ее всем рекомендую. Но я решила сегодня попробовать также вот эту вот черную для объема, так что интересно, что она как вообще себя поведет, что она вообще себя представляет. А теперь момент, который просто сейчас сделает из этого макияжа, который, как мне кажется, получился достаточно симпатичным. Нечто еще более прекрасное. Ага, ну щеточка у этой туши похожа на щеточку в той голубой туши, которая мне очень нравится, поэтому я думаю, все сейчас будет хорошо. Все-таки вот люблю я этот бренд, он доступный и он очень крутой. Кто бы что ни говорил, за свои деньги эта косметика, она невероятно крутая. Да я думаю, вы сами видите эту косметику на лице, что тут еще говорить. Смотрим вечера, но пока все классно. Кстати, напишите в комментарии, вы когда-нибудь пользовались косметикой Beauty Bomb? Если пользовались, то чем именно и как вам? Вам понравилась эта косметика или нет? Воду туши она неплохая, но мне больше нравится голубая все равно. Все-таки голубая тушь одна из моих самых любимых тушей вообще, из тех, что я пробовала, и черная не смогла мне ее перелюбить. А? Я вот думаю, добавят мне эти штампики сердечки еще себе или не надо. Но, с другой стороны, с ним будет румян в этот раз, поэтому почему бы не поставить все штампы сердечки? Я думаю, это логично. Симметрия наша все. Лайк. Думаю, может, типа точки рядом с ним нарисовать. Не знаю, что это будет, но пусть будет. Коротко об общении со мной. Не знаю, что это, но нормально. Кстати, я вчера гуляла с подругой, я делала ей макияж, и я сделала ей очень много неестественных веснушек. Но так, чтобы сразу было видно, что это специально сделано неестественно. И ей так понравилось, и мне тоже очень понравилось. И реально вот ее всевозможные покраснения, ее акне на фоне вот этих вот веснушек, которые вот просто примерно так и выглядели, выглядели вообще незаметно. Их не было видно. И это, кстати, тоже очень хороший лайфхак. Если у вас есть какие-то прыщи или что-то вроде того, закрасьте их. Сделайте из вашего прыща или родинку, или сделайте веснушку. А теперь очередь за помадой. У меня самая обычная красная помада. Я просто наношу на центр гул. Классика. И растушевываю. И вуаля, макияж готов. Но на этом еще не все. Я с вами не прощаюсь. Я ухожу гулять и скоро вернусь. Вот. Нет, извините, я забыла самое главное. Я же блески забыла. Боже мой. How you like that? Hello, мой английский говорит goodbye. Да. Ну, просто без этих глиттеров вообще, мне кажется, сейчас макияж не может существовать. Так что я очень надеюсь, что они окажутся классными. Это было очень тупо с моей стороны. Хорошо, что я вспомнила. Хочу навести их как хайлайтер. О! Офигительные блески. Просто, мам, другая. Они так легко клеятся. У меня много было блестяшек, но вот эти, правда, самые лучшие. И нет, меня никто не просил это говорить. Если они еще будут держаться, я не знаю, что я сделаю. Потрясающе. Мне так нравится. Все, теперь точно ухожу. Я теперь точно ухожу. И скоро я вернусь. А вы вот посмотрите, какой я вернусь. Итак, прошел целый день. Сейчас на часах 21.22. И вот, что мы с вами имеем. Лицо немного блестит, но я думаю, что это нормально. Учитывая, что я вообще в течение дня ни разу не поправляла его пудрой. Сзади слиты другого видео, которое уже вышло на моем канале. Там я показываю мои покупки с Алиэкспресс. Это жесть, посмотрите. Не скатался тон. То есть он не сидит вот этими вот хлопьями, которые иногда бывают. И я, конечно, охренела от глиттеров, потому что мне кажется, что за весь день ни одна глиттеринка не соскочила. Я ничего не обновляла. Все как есть. Ну и вот как-то так выглядит все это в течение дня. Что скажете, какое ваше мнение? Потому что мое мнение это просто... Лайк. Подписывайтесь на канал. Надеюсь, что мы с вами не прощаемся. И вы пойдете смотреть другие мои видео. Алиэкспресс. Алиэкспресс.